Дин, я хотел тебе кое-что сказать. Сейчас, секунду. Извини. Надо отверстие. Извини. Алло. Да, слушай, я сейчас не могу говорить. Давайте я перезвоню попозже. Все, давай. Ты хотел сделать мне предложение? С этим кольцом? Мне нравится. Ну, не особо. Кольцо такое простенькое и стоит три копейки. Мне бы хотелось, чтобы кольцо было эффектным и дорогим. А это не тебе. Влад, постой. Кому это кольцо? КОНЕЦ Помогите. У меня с женихом проблемы. Мы встречаемся полгода, но вместе пока не живем. Его зовут Влад, он работает администратором в ресторане. Правда, зарабатывает пока что не так хорошо, как мой бывший муж. Но мне плевать. Я и сама хорошо зарабатываю. У меня свой салон красоты. А ты своего жениха с бывшим мужем сравниваешь? Ну, конечно. А как иначе? Мой бывший муж владелец крупной сети мебельных магазинов. А Влад всего лишь администратор. Но я его очень люблю. Он красивый, заботливый. Он просто умница. Он постоянно учится и хочет начать свой бизнес. Так почему же ты считаешь, что у вас проблемы? Влад стал сорваться на меня. А недавно я нашла кольцо. Думала, что он хочет сделать мне предложение. А он сказал, что кольцо не мне. Как это не мне? А кому? Нет, я не верю, что у него появилась другая. Не веришь? Ну, ты же сама говоришь, что жених стал сорваться на тебя. Что кольцо кому-то другому купил. Такое сплошь и рядом, когда чувства исчерпали себя и от любви ничего не остается. Нет. Никуда наша любовь не исчезла. Мне кажется, что Влад под магией и навел ее бывший муж. Я же просил тебя не приезжать ко мне на работу. Станал шушу кайца. Может, я просто на бизнес-наш заехала? А мне Алик в предложение сделал. Такое кольцо подарил. Девушка, у вас столик забронирован? Ну, надо же, какая встреча. Интересно, встретить бывшую жену это к удаче или к неприятности? Это ты типа пошутил сейчас, да? Ха-ха. Здорово. Это значит, твоя пустышка, на которой ты женишься, да? Ну, не злейся. Ты тоже когда-нибудь снова выйдешь замуж. Возможно. Да я вообще-то уже выхожу. Познакомься, это мой жених. Надо скорой свадьбу. Приглашаю. Поздравляю. Ты зачем ему сказала, что мы тоже женимся? Ты что, да я просто хотела его задеть. Не делай так больше, хорошо? Давай, когда я сам буду готов, я сделаю тебе предложение. То есть ты спровоцировала Влада на предложение, потому что узнала, что твой бывший муж женится? Ты вообще хочешь за Влада замуж? Или ты хочешь только бывшему мужу нос утереть? Да нет, я люблю Влада. Я просто не понимаю, почему он соврал про кольцо и почему он стал срываться на меня. Это точно бывший наворожил. Я его бросила, когда узнала, что он изменяет мне год назад. Да, магия есть на ваших отношениях. Но вмешалась она, потому что ты сама их разрушаешь. Что? Да глупости. Я люблю Влада. Я никогда так бывшего мужа своего не любила, хоть мы с ним и прожили 10 лет вместе. Руна Вуньо указывает на то, что ты сама нарушаешь гармонию вашего союза. Да ничего я не нарушаю. Лучше скажите, как снять магию с Влада? Возьми перышко в левую руку и закрой глаза. Что чувствуешь? Я слышу, кажется, шум, шум воды. Магия на твоего Влада наведена через жидкость. Жидкость? Как это понимать? У Влада есть флакон, заговоренный жидкостью. Ты должна его найти и принести его мне. И тогда я сниму магию. А как мне понять, что это именно тот флакон? Когда жидкость из этого флакона попадет на твою кожу, ее цвет изменится. Вера сказала, что я сама была виновата в проблему с Владом. Что за чепуха? Я так любила его. Проблема была только в магии. И я хотела как можно скорее забрать у Влада флакон с заговоренной жидкостью. Что здесь происходит? Я, пожалуй, домой поеду, переоденусь. Давай. Это что, было? Молнию пытался починить. А что, кроме тебя больше некому? День, прекрати. Ладно, а ты куда пропал-то? Ты закрутился что-то. Ты же знаешь, я по вечерам на курсы рестораторов езжу. Влад, я... Я очень соскучилась. Я так привыкла, что мы все вечера проводим вместе. Может, мы съедемся? Так я тебе предлагал, ты же сама отказывалась. Говоришь, если съедемся, начнется быт, убьет всю романтику. А я передумала. Почему? Потому что твой бывший женится. Ты ему, кстати, зачем сказала, что мы тоже женимся? Слушай, да я просто хочу, чтобы он знал, что мне без него хорошо, понимаешь? Зачем? Хочешь заставить его ревновать, да? Все еще любишь его? Что? Да я ненавижу его. Я же рассказывала тебе, что мы поднимались с ним вместе со студенчества. Я была ему опорой, я была ему тылом. А он, как только он встал на ноги, так все, я ему стала не нужна. Он променял меня на какую-то малолетку. Ты что, как такого человека можно любить? Слушай, все, я больше не хочу говорить про твоего бывшего. Я тоже. Ну так что, я приеду к тебе вечером. У тебя же нет сегодня курсов? Приезжай. Вечером я поехала к Владу, чтобы найти у него дома флакон с заговоренной жидкостью. Вера сказала, что как только эта жидкость попадет на мою кожу, она изменит цвет. Но ничего подобного не происходило. Дин, ужин почти готов. Ты посмотри, счастливая парочка. Неужели он женится на этой подстилке, а? Да пусть женится. Тебе-то какое дело? Слушай, садись, а? Давай мы тоже с тобой сделаем Софью, ну, типа мы счастливая пара. Тебе что, обезьянка что ли дрессированная? Не буду я позировать, чтобы ты своему бывшему фотографию отправила. Я не понимаю, ты что с ним бодаешься-то, а? Ты что им доказать хочешь? При разводе ты у него квартиру отобрала, машину отобрала, салон красоты он на тебя переписал. Что ищут тебе от него надо? А может, ты просто не любишь меня? И поэтому не хочешь нигде со мной на фотках появляться? Если мужчина гордится своей женщиной, он оставляет ее на показ во все соцсетях. Скажи честно, у тебя кто-то есть? Это Катя? Ваша официантка? Дин, ты в своем уме? Ты меня вообще не слышишь. Дина думала, что кто-то навел на ее парня Влада магию. Вера увидела, что отношения Дины и Влада и правда разрушала магия. Она велела Дине найти у своего парня флакон с заговоренной жидкостью и принести. Дина ревновала Влада к Кате, официантке ресторана, администратором которого работал Влад. Влад уверил ее, что он не спит с Катей. И обвинил Дину в том, что она по-прежнему любит своего бывшего мужа Альберта. Мне так и не удалось найти у Влада флакон с заговоренной жидкостью. А он становился все более холодным и злым. Я просто не узнавала его. А почему тебя сегодня в салоне не было? Да сладная проблема. Пытаюсь их решить. А он что, до сих пор не объяснил, что происходит? Ну, якобы ревнует к бывшему. Это же смешно. Я Альберта ненавижу. Ты же знаешь, как он со мной поступил. Он и пальца Влада не стоит. Ну, а Владу ты об этом сказала? Ну, конечно. Слушай, может, он просто любовницу себя завел? И поэтому меня постоянно в чем-то пытается обвинить. Ну, типа, лучшая защита – это нападение. Да брось. Он в тебя с первого взгляда влюбился. Уж я-то знаю. Это ж я вас познакомила на свою голову. Привела тебя запасным парашютом на первое свидание. А он у тебя переключился. Ну, прости. Сердце не прикажешь. Да ладно. Это наше первое свидание с ним было. Мы до этого только через интернет общались. Но я, как вас вместе увидела, я сразу поняла, что я в пролете. Помнишь, как вы начали друг за другом фразы договаривать, шутками перебрасываться? Помнишь? Да, это точно. Мы с ним на одной волной. Но ты же не обижаешься на меня, да? Да ты что? Я тебе, наоборот, благодарна. Если бы у меня с Владом тогда что-то получилось, я бы своего Валера упустила. Ой, у нас такая любовь. Привет. Ну, зачем ты приперся? Хочу посмотреть, как у тебя дела идут, как бизнес движется. Я же просила тебя больше не приезжать с самими аудитами. Салон работает как часы, у нас полная запись. Я и без тебя прекрасно справляюсь. Нет уж. Я тебе этот салон купил, и я за него в ответе. Да? А может, ты просто до сих пор любишь меня? Не можешь пережить моего ухода? Еще чего. Я Илону люблю. Это прости господи. Она не прости господи. Она модель. Модель. Модель чего? Самолета? Как ты вообще мог сделать ей предложение? Мог и сделал. И, кстати, у нас все хорошо. Медовый месяц, на Мальдивы летим. Ну, надо же. Меня ты дальше в Турцию не возил. Все экономил, ржался. На нее, я смотрю, ты тратишься. Молодец. Успокойся. Я тебе после развода все отдал. Я расплатился с тобой за все годы, что мы были вместе. Как же он меня задолбал, а? Слушай, опять приехал своей свадьбой хвастаться имедовым месяцем на Мальдивах. Ну, а ты чего разволновалась? Может, твой Влад прав, перевноишь Альберта? Что? Да он меня бесит. Он женится на девке, с которой мне изменил. Мы с ним ищем студентами были, когда сошлись. Я с ним по рядованным комнатам мыкалась. Поддерживала его, утешала. Я вообще подумать не могла, что когда он поднимется, начнет меня изменять с какой-то тупой курицей. Предатель. Ладно тебе, успокойся. Ничего. Я ему докажу. Он еще пожалеет, что меня потерял. Он думал, что я никого не найду? Я нашла. У меня Влад есть. Мы с ним поженимся. И наша свадьба будет ничуть не хуже, чем его. Я решила утереть бывшему мужу нос и купила себе и в ювелирном магазине дорогое помолочное кольцо. Пусть знает, что у меня тоже все отлично. Влад не выходил на связь, и я поехала к нему в ресторан, чтобы найти у него флакон, заговоренный жидкостью. Может, Влад хранил его на работе? Ну вот, как я и думала. Ты спишь с ней? Ах ты дрянь! Ты что, с ума что ли сошла? Успокойся, она беременная. Беременна? От тебя? Ненормально. Дин, ты что творишь? Это вообще я злиться должен. Ты зачем этот пост выложила с кольцом, который я тебе не дарил? Еще подписала, что мы помолвлены. Тебе кто его подарил? Да я его сама себе купила от твоего имени, между прочим. Что в этом плохого? Что, реально, что ли, не понимаешь, что ты этим унижаешь меня? Да что тут унизительного? Да потому что ты этим кольцом перед Альбертом хочешь похвастаться, хочешь доказать, что я не хуже него. А ты и правда не хуже. Ты в сто раз лучше, понимаешь? Да нет, Дин, нет, я хуже, потому что нет у меня денег на такое кольцо. Я тебе предложение хотел сделать, тебе кольцо не понравилось, потому что таким кольцом не выпендрится перед Альбертом, правильно? Все, не хочу тебя больше видеть. Я нашла духи. Все, как вы и сказали, они покраснели на моей руке. А Влад совсем с ума сошел. Сказал, что не хочет меня видеть. Да, это и есть та самая заговоренная жидкость. Это и есть та магия, которая смогла вмешаться в ваши отношения. Это официантка. Это она эти духи заговорила и Владыр ссунула. Она беременна от него. Но я не позволю ей его увезти. Мы с ним поженимся. Так ты любимого хочешь вернуть? Или замуж поскорее выйти? Или ты так бывшему мужу мстишь? Нет, вы не понимаете. Мой бывший муж женится на тупой модели. Я его ненавижу. Я хочу его уничтожить. Эта руна указывает на месть. В этом проблема в ваших отношениях с Владом. Ты пытаешься уязвить бывшего мужа с помощью Влада. Доказать, что нашла ему достойную замену. А Влада и есть достойная замена. Я люблю его. Влад чувствует, что ты его используешь. Он не хочет быть твоим оружием в борьбе с бывшим мужем. Прекрати эту борьбу. Иначе ты потеряешь Влада. Ладно. Я поняла вас. Ну, а с магией-то что делать? Отдай этот флакон тому, кто навел магию. И заставь его сказать. Путы снимаю, волю освобождаю. Так магия будет разрушена. Эта официантка магию навела? Этого я не вижу. Но Руна исчезнет, когда обратившийся к магии возьмет этот флакон в руки. Я была уверена, что магию на моего Влада наложила эта официантка Катя. Я поехала в ресторан, чтобы отдать ей флакон и снять с Лада магию. Сегодня же собираю вещи и переезжаю к тебе. Ты так Владу собралась переезжать? С ним разговариваешь? А ну дай. Ой, извините. Вы с ума сошли? Нет у меня ничего с вашим Владом. У меня парень есть. А ну стой. На, держи, это тебя. Вера сказала, как только виновник магии возьмет духи в руку, Руна исчезнет. Но этого не случилось. А значит, Катя была ни при чем. Привет. Привет. Ты что делаешь? Я тебя просил не трогать Катю. Ты ее зачем опять терроризируешь? Ну, извини. Я думала, она беременна от тебя. Да не от меня она беременна. Отец ее ребенка, когда узнал про беременность, он сказал аборт сделать. Вот я и сидел Катю, утешал, советы ей давал. Сейчас они снова вместе. Я тоже поняла. Влад, почему ты отстранился от меня? Почему ты стал таким? Ведь мы же любим друг друга. Да потому что ты на своем бывшем помешанная. Я тебе уже тысячу раз об этом говорил. Да я просто хочу ему доказать, что мне без него все прекрасно. Почему он должен об этом знать, а? Почему вот просто нельзя его взять и отпустить? Дин, я уже вот устал быть третьим лишним в ваших разборках. Наши отношения с Владом трещали по швам. И мне срочно нужно было избавить его от магии. Я подумала, что виновником наших бед вполне мог быть мой бывший муж. Это ты хочешь мои отношения с Владом разрушить? Чего? Тебе не дают покоя, что я счастлива? Счастлива? С этим официантиком? Ну-ну. Его повысили до директора. Да ладно. Тогда пускай нам свадьбу организуют в его ресторане. Скидку сделает по родственному. Не получится. Там все на три месяца вперед расписано. Так что ищи другой ресторан. Чего ж ты злишься-то так? Ревнуешь, что ли? Я? Тебя ревную? Да ты мне нафиг не нужен. Ты в универе хоть симпатичный был, пусть и нищий. Тогда, да, я тебя любила. Помогала, сопли тебе утирала. А ты все как-то задолженно принимал и ничего не давал взамен. Ой, ну прекрати. А что прекрати-то? Я все выходные сидела одна, пока ты со своими друзьями тусовал. Думаешь, я не понимала, что это за тусовки? Все я понимала, только верить не хотела. Дура. Ты правда считаешь, что после всего у меня остались чувства к тебе? Это ты не можешь простить, что я тебя бросила. На, держи. Это мне? Я была в недоумении. Руна все еще не исчезала. А значит, мой бывший муж был непричастен к магии. Но кто же тогда хотел разлучить нас с Владом? У Дины стали портиться отношения с Владом. Вера велела Дине найти того, кто навел магию, и отдать ему флакон с заговоренными духами. Дина была уверена, что виновницей магии была официантка Катя. Но выяснилось, что Катя была беременна вовсе не от Влада, как считала Дина. И она не выражила. Тогда Дина подумала, что заговорить духи мог ее бывший муж Альберт. Дина считала, что он не может смириться с тем, что она уже подыскала ему замену. Но Альберт тоже оказался ни при чем. Привет. Диетик. Ой, подожди, кто-то изменит. Так, черт. Дин, подержи, пожалуйста. А ты что, ими пользуешься? Нет, это духи Влада. Черт не успела. Погоди, это ты? Ты эти духи заговорила? Э-э-э, а ты откуда узнала? Маша, ответь мне, ты решила нас с Владом разлучить? Да это сто лет назад было. Ну, я когда тебя с Владом познакомила, он на тебя запал. Естественно, я обиделась. Решила вас разлучить. Нашла в интернете там какой-то обряд на духах. Ну, провела, духи Владу подарила. Ну, ничего ж не сработало. Сработало. Он из-за твоей магии со мной расстался. Так это же полгода прошло. А почему магия только сейчас сработала? Я и забыла уже даже. У меня с Валерой все хорошо, я ни о чем не жалею. Ладно, держи флакон. Ага. И скажи, путы снимаю, волю освобождаю. Хорошо. Путы снимаю, волю освобождаю. Ну, все, гора с плеч. Я сняла с Влада магию. Теперь он оттает, и мы, наконец, с ним поженимся. Слушай, ты зачем сказала своему бывшему, что я директор ресторана? Звонил твой Альберт, спрашивал меня как директора, а потом босс разозлился. Говорит, на мое место метишь. Слушай, я просто хотела выставить тебя в глазах Альберта крутым. А я не крутой, ты понимаешь? Я не директор ресторана. Я всего лишь администратор. Поэтому у меня нет денег на дорогие кольца. И роль я никакую играть не собираюсь, чтобы ты могла там что-то доказать своему бывшему. Ищи своего героя в другом месте. Влад. Я попросила подругу снять магию. Но Влад со мной порвал. Не понимаю, почему вообще эта магия подействовала, если Машка ее так давно наложила. Это руна охлаждения. Ваши отношения с Владом были крепкими, но твое желание уязвить бывшего мужа их разрушало. Поэтому магией смогла вмешаться. Но я же сняла магию. А Влад все равно сына порвал. Что я такого сделала? Ну, я поняла, что он директор. Просто Альберт меня достал. Главное препятствие – это твоя обида на бывшего мужа. Она мешает тебе двигаться дальше. Ты не можешь пережить его предательство. Да, не могу. Не могу. Я хочу его уничтожить. Растоптать. Чтоб он приполз ко мне, как побитая собака на коленях. И что будет, когда он приползет? Ты его простишь? Не знаю. Определись, кто тебе нужен. Бывший муж или Влад? Влад не будет с тобой, пока ты не прекратишь с его помощью что-то доказывать бывшему мужу. Владу не нравится быть оружием твоей мести. Разберись. Что тебе дороже – утереть нос бывшего мужа или создать новую семью с Владом? Есть чего выпить? Нет. Зачем ты пришел, а? Да еще и в таком виде. Иди к своей невесте. Я порвал с ней. Эта тупая кукла мне изменила. Вот и прилетела тебе бумерангом. Кончай мне и так фигово. Слушай, я понял, что люблю тебя. Когда я увидел тебя с этим официантиком, я осознал, что потерял тебя. Ты потерял меня, когда ты мне изменил с этой дрянью. Ладно, ладно. Я понял, все. Ты меня проучила. Давай. Возвращайся. Хочешь, опять свадьбу сыграем? Что? В Париж поедем. Отвали! Сдурел, что ли? Я Влада люблю. Да он же нищий. Что он может тебе дать? Любовь. Но только тебе этого не понять. Знаешь, я так мечтала, чтобы ты приполз ко мне на коленях, чтобы ты понял, что ты потерял. А теперь я даже не рада. Пустота в душе. Уходи. Да ладно тебе. Ну, что ты? Отвали! Да ладно, ну… Уходи, сказала. Уходи. Дура. Я же тебе все отдал. Все ради тебя. Ты пожалеешь. Пошел вон. Ну, как знаешь. О, привет. Что она в тебя нашла? Лузер. Я весь мир к ее ногам. Она в тебя вцепилась. Всех благ. А что он тут делал? Замуж приехал звать. И что? Ничего. Сказала, что тебя любил. Ты проходи. Представляешь, мы с товарищем решили свой ресторан открыть. Он уже финансирование нашел. Я думаю, может и неплохо, что весь этот скандал с директором произошел по вине твоего бывшего. Это для меня как пендаль был, чтобы я шевелиться начал. Влад, это так здорово. Я ужасно за тебя рада. Со встречи сегодня выхожу. Думаю, надо Денисе рассказать. Все-таки ты мой самый родной человек. И ты мой самый родной человек. Прости, что я так увлеклась этой дурацкой борьбой с бывшим. Больше этого не будет. Я так тебя люблю. Не представляю своей жизни без тебя. И я тебя люблю. Влад и Дина поженятся. Дина перестанет пытаться уязвить Альберта. Нужно уметь избавляться от обид на бывшего супруга, когда вступаешь в новые отношения. Иначе магия может вмешаться и все разрушить. Субтитры создавал DimaTorzok